Узбекистан выходит из организации договора о коллективной безопасности. Об этом официальный Ташкент уведомил страну ДКБ. Хотя еще месяц назад президент Узбекистана Ислам Каримов оказывал самый теплый прием Владимиру Путину, который посетил Ташкент сразу после выборов. Заявление узбекской страны сегодня прокомментировали в Министерствах иностранных дел Казахстана и России. Ряд политологов высказали свои предположения поведения Ташкента. С чем может быть связан Демарш Ислама Каримова и как это повлияет на безопасность в регионе в материале корреспондентов. В семерке стран, объединившихся договором о безопасности на постсоветском пространстве, теперь на одного меньше. Узбекистан вновь покинул ДКБ. И в заявлении со стороны казахстанского МИДа никакого беспокойства. Все по-прежнему, пусть и без Ташкента. Данный вопрос будет рассматриваться в установленном порядке в рамках ДКБ на уровне постоянных представителей. Никакого экстренного совещания, либо заседания стран-членов ДКБ под данным вопросом не предполагается. Все в обычном режиме, в установленном порядке ДКБ. Официальная причина выхода – деятельность организации идет вразрез с интересами страны. Узбекистан уже выходил из ДКБ в 99-м и вернулся в членство в 2006-м. Что изменилось за 6 лет и что не устраивает Ташкент теперь? Вот эти действия по наполнению реальным содержанием ДКБ, военно-политической организации, они, я так понимаю, вызывают определенные опасения страны Каримова, что у нее будут связаны руки. Одно из первых решений, связанных с реальной интенсификацией деятельности ДКБ, было решение о том, что страны-члены ДКБ должны все-таки приглашать военные базы других стран на свою территорию по общему согласию. Вот Каримову это не нравится. Он хочет сам принимать решения, в том числе и по американским военным базам. Это, по мнению представителя Института стран СНГ в Москве, Владимира Жарихина, лишь одна из причин выхода из организации. Поводов расстаться с ДКБ у Узбекистана немало. Страны-участницы – это непростые и порой конфликтные отношения. Киргизия и Таджикистан – споры из-за воды. Казахстан – борьба за лидерство. К депутату Мажелису Мурату Абенову от решения солнечного Узбекистана ни холодно, ни жарко. Было время, когда они выходили, объявляли об этом. Было время, они возвращались, так что, я думаю, больших изменений от этого заявления, от этого шага, я думаю, не могут. Однако политолог Расул Жамалы советует серьезнее отнестись к инициативе соседей. Развитие ситуации для Казахстана может быть куда хуже, чем можно предположить. Усиление такого негативного влияния со стороны Афганистана, таких вызовов, как религиозный экстремизм, международный терроризм, сепаратизм в регионе Центральной Азии, плюс нагнетающиеся, обостряющиеся отношения между самими странами региона. Все это, конечно, в долгосрочной перспективе будет создавать серьезные головные боли для Казахстана. Избежать такого сценария будет возможно, если Узбекистан разместит у себя военную базу США. Но тогда лидером в Центральной Азии Казахстан уже не будет. И здесь, возможно, сейчас уже разрабатываются вопросы, связанные с появлением американской либо натовской военной базы в Узбекистане, с тем, что силы НАТО будут оставлять немалую часть тех вооружений, которые сейчас будут находиться в Афганистане, после передислокации на территории Узбекистана. И, скорее всего, если это произойдет, Узбекистан де-факто превратится в мощнейшую военно-политическую силу в регионе. Но этот же фактор будет приводить, мне кажется, к еще большему обострению внутрирегиональных отношений. В одном эксперты сходятся. Если раньше ОДКБ, может, и не работал так активно, как хотелось бы, то теперь с потерей не самого активного участника репутация организации пошатнулась. Евдокия Гончарова, Москва, специально для КПлюс.